Нелегальные добытчики золота на рудниках в Акмолинской области, в народе именуемые черными старателями, наносят большой ущерб государству. По грубым подсчетам, около тонны металла, а это приблизительно треть от официального объема производства, уходит на незаконный экспорт. В итоге бюджет Казахстана теряет миллиарды деньги. Татьяна Ковалева разбиралась в ситуации. Недавно здесь задержали два вагона, следующие в Китай, со ста тоннами золотосодержащей руды. Ее черные старатели пытались вывезти как кварц. В 2017 году на станцию Жецу отправили 47 вагонов с двумя с половиной тысячами тонн. В последних двух вагонах груз не соответствовал указанному в документах. Вагоны вернули, полицейские возбудили уголовное дело. В двух с половиной тысячах тонн руды до 500 килограммов чистого золота, не считая серебра и других драгоценных металлов. Ущерб государству оценивается в 5,5 миллиардов тенге. За три года на рудниках Казахалтына в Акмолинской области задержаны 20 тысяч черных старателей. Эксперты объясняют это пробелами в законах. В 1998 году из уголовного права была исключена статья за незаконный оборот драгоценных металлов. В настоящее время нами принимаются все меры по внесению изменений и дополнений в действующие законы, которые бы установили ответственность за данные правонарушения. Всех их привозят в полицию, но через 15 минут они оказываются дома. Через день-два они вновь опускаются в шахты. Представители золоторудной отрасли требуют ужесточить наказание для черных старателей и готовят предложения с поправками в уголовный кодекс. Вырабатывается комплекс мер по улучшению ситуации в регионе. Создаются рабочие места, усиливается социальная поддержка. Татьяна Ковалева, Оскар Сергалеев, Марат Таубаев. Итоги дня.